Книги какой тематики? Поброще. Книги какой тематики? Книги какой тематики? Они, видите, на одну тематику, если общим рефреном, то Россия должна встать. Я православный проповедник, и Господь позволил мне издать 38 книг. Я разослав помещение об этом. Полтайская правда, для вас это газета не посторонняя. Полтайская правда у нас есть. Посмотрите об этом, что пишут. Вот. А ответ такой поступил, пожалуйста. Сейчас, сейчас. Поступай. Поступай. Мини görпы. Сдос춰тывайся с органами наличие в парке. Контактный стиль библиотека страны. То есть мы оповестили очень широко. Ну а далее, как автор, принимая решение сделать подарок. Что книги это не какие-то экстремистские. Вот шишковка нашей библиотеки. Центральные библиотеки страны, это означает первые библиотеки наиважнейшие. Это библиотека имени Ленина, в Москве. Парламентская библиотека Москвы. Останите на пищете, чтобы вас вызвать доверие, ребята. Я поняла. Так, это историческая московская библиотека. Вот мы были уже в Абакане. Абакан, значит, дальше. Тюменская, там огромная библиотека. Тюменская, Омская. Парламентская, показанная с пищатами. Это вот Красноярск, город. Это где мы проехали. Красноярск. Ну это помещи, все ваши. Центральные библиотеки, это Пурган. Видите, что? Это вот Кемерский край. Мы уже захватили, проехали. Кемерская библиотека. Это Рязань. Это очень мощные, большие библиотеки. Да, я поняла, что это все областные, да, какие-то научные библиотеки. Да, да, да. А вот это, которое уже недавно мы проехали. У нас близкие, есть Ростский. Как раз мы, мы это торжествует, в самом конце приехали. Встретились с дочерью. Это вот сейчас уже на шукшинских чтениях, да? Да, да, это хоть сейчас. И встретились с Ольгой, с дочерью там, с нашей, все засняли. И она до того просто выставила недовольство такое, что какое отношение это имеет, все остальное это было. Он вообще, говорит, не такой был. А когда увидела, что мы говорим, книги, она говорит, это единственное, что он и говорил. Как будто ждала, говорит, а не надо как-то объединиться и выступить отдельно, сказать. На первом месте совесть он боролся. А вы, говорит, и пляски какие-то, какое отношение имеет сегодня, церковь вот эта, что говорят? Он думал, он был коммунистом до конца. Ну, это уже действительно так. Дальше. Спрашивают тогда, а как церковь? Сейчас покажу вам церковную. Да, да, да. Как церковь? Церковная тематика вам необходимо просто показать. Дело в чем, что я преподавал во многих университетах разных. Вел три радиопрограммы в Малтайском крае регулярно. Во всех отделах милиции, ну там не экстремисты ведут занятия. В КГБ, в прокуратуре, на всех заводах, в узких частях. То есть у меня очень широкий круг. И я начальник детского лагеря, основатель, 40 лет. Без помощи государства тысячи детей падают. Сегодня в каждом пункте, в городе начали бы заниматься, вопрос решен. У нас главный лозунг, Россия должна встать. И когда это узнают люди, они удивляются. Я за рубежом вел передачи в Вашингтоне, в Нью-Йорке. И говорят, а почему больше никто не делает? Но насильно это нельзя делать. Это делается с самоотдачей. И вот церковная, сейчас я вам покажу. Посмотрели, да? Да, да, посмотрели. Так, то есть, вы видите, это, для вас, я думаю, шишковка, это безразличие. Так, ну там два изнутри. Вот последние были храм на королеве. Как относится Московская Патриархата, читайте. Все с печатями. Я для вас с улицы свалился, вы даже полное доверие имеете. Скажите, пожалуйста, в Мамонтовском районе, вот... Все библиотеки, все больнины. Я не о библиотеке, там есть какая-то деревня. Вот это мы оттуда из Потеряевка. Вот это мы с нуля восстанавливаем деревьев. Вот вопрос, смотрите. С 17 тысяч сел исчезли с сестра земли. Я заходила на ваш сайт Кистине, да, по-моему, он тогда называется. Там все. Я просто как-то немножко... Видите, у нас сняли фильмы, фильмы государственные. Один фильм занял первое место в России, второй – главный приз на международном киноконкурсе. Назвали «Искорка возрождающейся России». Мы вот решили ехать, вот сейчас закончим тайка, только в этом году мы пожертвуем на библиотеке миллион. А у меня минимальная пенсия. Прошлый год и позапрошлый – на миллион сто тысяч пожертвовали. Мы отдали все. Я объясняю очень просто. Это моя страна, мой народ, и другого нам Бог не даст. Если мы это не поняли, мы обречены. И я не скрываю, всем говорю это. Я администрации ставлю не выше библиотеки, а наоборот. Не будет образованного народа, нравственного, сложилистного, Россия никакая не нужна. А сегодня библиотека, это где-то на Загорках, вроде 25-я. Она на первом месте должна в любом месте стоять. И мы покажем, какие мы приготовили пригласительные библиотеку, когда идем по домам. Ну, просто все предложили. Вот посмотрите, в Строссках храм. Обедопещать с крестом. Тут уже священное. Теперь, это вот Берсеневка, 200 метров от Храма Христа Спасителя. Тоже храм. Собор Рождества Богородицы, только приехали сейчас. Большой собор Прокопевский. Ну, видимо, сама печать свидетельствует. Церковь Вознесения, город Белово. Хочу показать. И Свято-Никольская, Иркутская область. То есть, мы церковную библиотеку выше вот этой городской не можем ставить никак. Потому что, главное, проход народа, это у вас. Где-то через городские библиотеки. Через городские библиотеки. Если бы люди это понимали. Люди этого не понимают. А что вы так радуете? Потому что я веду занятия в разных школах. Университетах, милициях. С детским лагерем. В останавливаем деревню. У нас практически подходит дело. Одно дело, ну, я знаю. Другое дело, как это выполнить. А выполнить, знаете, такое извещение, патриарх Алексея Второго было. Отучили молиться, отучили традиции. И в этом трагедия сегодняшней нации. Не знают еще. Вот у меня лагерь детский. Подъем. Они даже искупаются, побежать, поработать. Их не надо заставлять ложечку за папу, за маму. Извините, секунду, пожалуйста. Я сейчас вам визиточку дам. Если вы согласны принять книги, мы занесем. Я их разложу все и покажу вам, на что обратить внимание. Тут одна книга есть, которую на руки нельзя давать. Ее сразу уводят. Это наш сайт. Ну да, я вот заходила на этот сайт. Но, когда на сайт зайдете, вверху написано «Православная форма Игнатия Лапкина». Это я. Вы не открете салженную форму. 1300 тем. Там, если вы в Мэйлру Игнатия Лапкина зарядите, в Мэйлру, там 530 роликов о нас. Нет, какие-то мы смотрели ролики тоже. А где-то в октябре я вернусь. Вы ко мне зайдите, друзья попроситесь. И скажите, мы там-то были встречались и разговаривали. Мы сейчас решили этот край по Алтаю пройти. Мы прошли до Байкала, ниже, путем до Москвы. Верхний город и домой. Это у нас четвертая поездка ночью. Понятно. Извините, еще раз. Алло. Здравствуйте, дядя Леонидовна. Да. Деньги на конкретование? Вы про что? Очень сложно. Так и есть, а нам нет, Гавриловна сказала. Александра Гавриловна. Ну, там где-то кто-то какую-то ошибку совершил в список. А, то есть, как вы сайтами. Ключил мне того, кого надо. Ну, короче, что у меня Татьяна Сергеевна в данном комплекте. И сказала, что это будет завтра или послезавтра даже. Да. А у вас есть, да, я знаю. Ну, понятно. Спасибо, Резри Григорьевна. Да, это только вам. Вот посмотрите. Документы. Ну, ладно. Ну, ладно, Резри Григорьевна. Документы. Ознакомьтесь. Может, в руках даже никогда не лежали. Политические репрессии? Да. Я в пяти тюрьмах отбывал. Я первый в стране опубликовал архипелаг ГУЛАГ. Недавно «Новый мир» напечатали, скажете, газета «Труд» или какая-то такая, средняя газета, что в «Новый мир» 30 лет назад впервые опубликовал, и сразу в литературке опровержение. Нет, вот впервые опубликовал тайский проповедник ГУЛАГ на 10 лет раньше. И брал интерьер репрессионных. Ну, и власть не выдержала этого. Так, вопрос маленький. Как вы на наш сайт вышли? Ну, одна наша сотрудница лежала в больнице с кем-то из вашей потеряевки, да, в Барнауле. И та сказала, что у вас... Вот как-то вот так называется. Так, по-моему, скажу, вот это на нашей телефоне. Нашему сайту в мировой сети нет равных. Почему? 50 книг моим голосом там рассчитаны. На этом нигде нет. Архипелаг ГУЛАГ, Библия, 12 томов, Златоусы. А я, кроме того, миссионер, в моем доме сколько пришло сектантов, они стали православным батюшками. Мы не просто православные. У меня брат, он протоиерей, он уже 32 года. Мы знаем досконально их учения. И когда беседуем, мы показываем величие православия. Православие, так сказать, создавшего этого государства. Которое в основе, все наши поэты, все эти были православные. Они не были ни вартистами, ни адвентистами, ни Пушкин, ни Некрасов. Но мы не можем просто так сказать, Достоевский не нужен. Как он не нужен? Когда это гениальный человек, тот же самый с Оженицы. Они все были православными. Не потому что, как Гоголь, скажем, глупые были. Нет. Это надо сравнение показать. Православие это всеобъемность, это нравственная глубина, это широта взгляда, это целомудрие. В нем все есть. А секта это всегда узость. Отметьте седьмого дня. Это хорошее видео. Но у них уцепились субботу, субботу, они божь как не видят. Вот ходят иеговисты, Светия Легова ходят. Они вот усыпились заодно, допустим, Армагеддон, даже ничего не видят. Это вот Армагеддон, да, написано, и суббота написано. Но это тысячная доля всей широты. Православие это всеобъемность. И вот в книгах у меня это все есть. Я отвечаю в книгах на 4124 вопроса. Это политика, экономика, социология, литература. Это не просто верующие иные понимают. Но я буду сейчас тебе говорить. Надо быть нравственным. Что нравственным? Ты покажи, какое участие приняли поэты России в созидании семьи. А у меня отдельно 300 поэтов, за 300 лет одна книга. Что сказали по каждому вопросу? Этот том, в вашей истории, ему на руки нельзя. Кто связан с вас литератом, он его сразу сметает. Несмотря на... Хоть 10 штрафов заплатили. У людей понятия даже о вере-то нет. Мы не веру проповедуем, мы о Христе говорим. Без Христа все остановилось. Ну видите, что делается сегодня? Какая коррупция, продажность. Десятую долю заработанную не отдают. Все гонят куда-то. От нас за рубежом говорят, что к чему рука наша не прикасала. Газ, нефть, лес, алмазы. Самая богатая в мире страна и самая бедная. Нормально это. А мои книги написаны. Это не просто написано. Они... Я с капельным больших университетов говорил. И они без приглядок к кому-либо. Сегодня люди нуждаются в пророческом гласе. Яну Крестителю голову отрубили за что. Он говорил, царь, у тебя чужая жена у брата один. Надо ли было говорить? Надо. Кто-то должен, как Менделеев, восстать и сказать правду. Сейчас вышла статья. Большая комсомольская правда. Написано. Если бы большевики не победили в 17-м году, у нас бы сегодня было 600 миллионов. 450 миллионов гьяний. Кто их сожрал? И мы ничего не понимаем. Поставленная глобальная задача уничтожения славянского населения. Это Патриарх Россий II говорит. Это геноцид народа. Мои книги, они все говорят о любви к Богу и о попытке выйти из этого. И о возможности выйти. Вот если согласны, показывайте стол, два стола, я кратко расскажу о книгах. Какая книга, что значит. Подписать надо будет всего лишь один документ, второй вам остается. Дело в том, что, видите, мы не юридическое лицо, у меня сейчас печати нет. Маленький штампик. Просто штамп. Любой. Я не перед кем не отвечаю. Я не давал ответ самостоятельно. Если штамп, то... Да. А вы видите, печати у меня не на каждое бывает. Вот эти вот сейчас я покажу. Один остается вам. Но некоторые библиотеки стали сразу составлять акты. для себя, что мои дети, мои внуки не имеют права претендовать то, что я подарил. Как на завещание. Сейчас я покажу. Но это вообще... Они меня самого удивили. Такое отношение к книгам, что долго уже стали составлять. Вот эти Костромская библиотека. Вот так. Вот я делаю, сейчас я покажу. От вас зависит только вот эти две стручки. На обеих я распишусь. И вы полновластные хозяи. Никто, даже без всякого договора, не имеет права претендовать на них. Вот здесь я пишу свою библиотеку. Да, библиотека почти печатна. О, Алтайский край. Муросомельск. Название библиотеки. Игнатель, Игнатель. Игнатель, Игнатель. Улицу не надо? А? Улицу. Игнатель, игнатель. Игнатель, игнатель.